Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка простых самоделок для мастерской или гаража. Присаживайтесь поудобнее, погнали! Для первой самоделки понадобится вот такая решетка. Я вытащил ее из старой духовки на металлоприемке. Далее достаем несколько больших и маленьких шайб и несколько саморезов. И просто прикручиваем решетку к стене. И вот для чего может послужить эта решетка. На нее отлично подходят и хорошо держатся подвесные контейнеры. И таким образом все контейнеры висят в одном месте. Подойдет на случай, если есть контейнеры, но не на что их вешать. Кстати, в магазине я видел специальный подвес для таких контейнеров, но пластиковый и стоил недешево. А тут надежная решетка и, считай, бесплатно. Кстати, кто-то замечал на мне новенькую спецодежду. Я думаю, многие даже подумали, что это обычная повседневная одежда. Но нет. Ребята из компании Хекли уже как пару месяцев назад прислали мне вот такой костюмчик для работы в мастерской на тест. И просили поделиться своими ощущениями. Прошло уже приличное время. И этими ощущениями я готов поделиться с вами. Первое, что хотелось отметить, и вы поняли из моих слов вначале, это достойный внешний вид этого костюма. В нем можно и поработать, и сразу куда-то поехать. Без необходимости переодеваться. Запросто можно ходить по магазинам с женой, или зайти перекусить в кафе. Никого не смущая своим ярко выраженным рабочим видом, будь вы в обычной спецовке. Тут все вполне прилично. Шито из натуральной плотной хлопковой ткани, хорошо сидит и не сковывает движение. В нем правда удобно. А что касается карманов, то их много, и они правильно расположены. Все необходимые мелочи всегда легко доступны. Единственный минус, на мой взгляд, это резинка на манжете. Лично мне она, скажем так, не добавляет удобства. Сказал об этом производителю. Обещали подумать над исправлением этого маленького нюанса. Но в целом костюмом я очень доволен, могу рекомендовать. А ссылку на магазин я оставлю в описании. Там вы сможете ознакомиться с ассортиментом. Кстати, не спешите выбрасывать старые пилки по металлу. Можно быстро и просто сделать полезную штуковину. Для этого ищу середину пилки и размечаю. Далее от середины делаю разметку под острым углом и отпиливаю по разметке болгаркой. То же самое проделываю со второй половинкой. Разметив ее, приложив готовую и отрезаю лишнее. Далее нашел вот такой кусочек медной трубки, от которого отпиливаю пару сантиметров. Теперь соединяем болтом с гайкой обе части пилок. Подставив между пилками отрезанный кусочек медной трубки. И хорошо это затягиваем. Получился вот такой простой пинцет. Например, с помощью него можно искать нужные мелкие гайки или другие детали. А также забивать мелкие гвозди, чтобы не отбивать пальцы. Можно держать гвозди пинцетом и спокойно работать. Купил в хозяйственном магазине вот такую силиконовую кисть для выпечки. Я обнаружил, с помощью нее удобно счищать пыль и мелкий мусор в машине. Мелкая пыль налипает на щетку и легко вытирается. А длинные силиконовые щетинки позволяют чистить в труднодоступных местах. Например, в дефлекторах печки. Но я купил эту кисть совсем для другого. А сначала немного ее надо доработать. Для этого отрезаем все щетинки, оставив примерно сантиметр от их длины. И вот получилась у нас специальная кисть для нанесения клея. Стоит такая в интернете около 400 рублей. А вот такая для выпечки стоит около 40 рублей. Разница по цене в 10 раз. Разница по функционалу, думаю, небольшая. Силиконовая кисть удобна в работе, а остатки засохшего клея легко убираются. Для следующей самоделки понадобится вот такая пластиковая труба. У меня есть вот такой небольшой кусок 32 трубы. Он-то и подойдет. Делаем в этом куске трубы отверстие 8 миллиметров насквозь, отступив от верха 1 сантиметр. Далее берем болт М6 с гайкой и шайбой и болт кольцо или подойдет шуруп кольцо. Фиксируем все как на видео. Далее берем шпильку с гайкой и нагреваем гайку. После этого насаживаем трубу свободной стороной на раскаленную гайку. Тем самым после остывания трубы получаем слепок гайки. И вот для чего все это. Допустим, необходимо закрутить или выкрутить большое количество гаек со шпилек. Руками это делать неудобно, особенно если крутить надо много. Поэтому нам поможет вот такая простая самоделка из пластиковой трубы. С помощью которой это становится простой задачей. Но учтите, что обычным ключом понадобится либо затянуть, либо сорвать гайки. А далее уже работать вот такой самодельной приспособлой. Друзья, вот такая подборка сегодня получилась. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное. И если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, что понравилось больше. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok